Борьба на руках, гиревой спорт, бои подушками и катание на санях. Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества в Тельвиске прошли молодецкие игры. В этом году они стали уже 17-ми по счету и собрали рекордное количество участников. За богатырскими состязаниями наблюдали и мы с моим коллегой-телеоператором. В следующем материале поделимся с вами подробностями. Тельвиска. Более 50 молодых защитников Отечества из Усть-Кары, Наринмара, Макарова, поискателей Красного, Оксина, Великовисочного и других населенных пунктов. 17 молодецких играх еще раз выяснят, кто же из них самый быстрый, ловкий и смелый. Самым младшим из них всего 16, старшие уже прожили четверть века. Но деления на возрастные группы нет. Первый вид состязаний – борьба на руках. Сильнейшим в ней стал Александр Меца и Скоткина. Пять минут на отдых и вот уже свою богатырскую силу ребята демонстрируют в гиревом спорте. На первый взгляд все просто. Каждый участник должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать ее. После счета судей, не касаясь гирей туловища, спортсмен опускает гирю в замах для следующего подъема. Но вес гири – 16 килограммов. Вот уж поистине проверка богатырей на выносливость. Поехали! Алихан Киргазоев, выступавший за честь Ненецкого аграрно-экономического техникума, 95 раз поднял гирю и вышел на второе место. И ко всему прочему побил личный рекорд. Впрочем, выносливости Алихана научили далеко не силовые виды спорта. Занимаюсь лыжные гонки. А то есть никакими силовыми? Силовыми так. В свободном виде. Следом за гирями отжимания. После русские народные забавы. Богатырскую удаль ребята продемонстрировали в притягивании каната и боях подушками. В спортзале стало настолько жарко, что ребята переместились на улицу. Там богатырей ждал еще один этап – веселые старты. Здесь организаторы решили дать ребятам отдохнуть. Браво! 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 После забав на свежем воздухе участники переместились в Дом культуры, чтобы выбрать лучшего деревенского ухажера. В этом конкурсе соревновались пять юношей. Парни продемонстрировали умение импровизировать, танцевать и петь. И ухаживать за девушками. Это все интересно, это все спортивно. Поднимает патриотический дух. У нас все русского плана, все народное, охота, что обычно в быту применяется. Лучшим деревенским ухажером признали Александра Сметанина из поселка Красное. А по итогам всех состязаний организаторы выявили лучших в общекомандном зачете. Третье место завоевали ребята из Нинецкого аграрно-экономического техникума. Серебро уехало в Красное, а звание победителей заслужили богатыри из Тельвиски. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал Север, Тельвис.